На Ломоносово вот мы находимся 6-5. А что с этим домом-то произошло? Был пожар, то есть загорелись и сарайки, и все перенеслось, она, дом. Но тут при этом тоже живет? Да, тут у нас живет парализованный человек, Панова Лариса Ивановна. А тут крыши нет? Да, ну вообще уже все распалось, все снято. Вот мое жилье. Пожар был в первом часу, во втором ночи. У меня дети стояли, ревели. А администрация еще приехала, посмотрела и уехала, никакой помощи мне не дали даже. По 5 тысяч выделили на человека, и то соцзащита. И где вы сейчас живете? И все, мы живем в общежитии, и 3 года будет в мае, как мы снимаем комнату. В этом доме нет ни окон, ни дверей, а человек-инвалид здесь живет? Здесь холодно? Ну вот, как-то так. Пойдемте сходим? А как такое дом отопливаешь? Ну, тут было отопление центральное, но как пожар произошел, все отключили. А чем они греются? Электропечками. Ей тут провели, это маломальская энергосеть провела, и она печками отопляется. А водоснабжение? Водоснабжение вон там, на колонке. То есть она еще за водой? Да, ходит. И все, вот на таких условиях она живет здесь. То есть канализация тоже не работает? Нет. В интернете мы увидели новости Белоярские, что наши дома должны быть переселены до 31 декабря 2019 года. Андрея Андреевича Горбова, мы спросили, он сказал, что типа переселения не будет, квартир нет, на строительство денег денег нет. То есть, ну, пообещал, как в 21 году. А вы представляете, что будет в 21 году? Горбов – это ваш мэр. Да. То есть этот потолок, он 100% рухнет, дом рассыпется, холодно в квартире, пол ледяной, отопления, можно сказать, вообще практически нет. Крыша решит о, то есть вообще голуби падают у нас, тут и мертвые, и живые летают, все вот засрали вообще невозможно. Там просто нет у нас, как говорится, крыши. До конца этого года сколько домов всего должны расселить по решению суда? Ну, в данный момент должны три дома расселить. Четвертый, пятый, шестой. Ну, это на Ломоносово. На Ломоносово, только да. А где у нас в следующих годах? Есть решение Белоярского суда о том, что должны быть расселены ряд аварийных домов, их около полусотни. В этом году, к концу года, должны быть расселены около 17 домов, в том числе три дома на Ломоносово. Решение суда мы получили в этом году, соответствующее, что финансовый год у нас уже был распределен, и понятно, что это достаточно большие затраты, большие расходы всего этого. То есть, мной было принято решение, то есть, об отсрочке исполнения решения суда. На сегодняшний день документы находятся в суде по исполнению. На следующий год, то есть, я обратился к губернатору Свердловской области, к министерству финансов за дополнительным финансированием, увеличением расходных полномочий по программе переселения. То есть, у нас есть три момента, то есть, как бы, либо это будет выкуп, либо это будет частный инвестор, либо это будет строительство. То есть, в какую программу мы войдем, даже не в программу, то есть, это однозначно будет за областной бюджет. То есть, на сегодняшний день у меня частный инвестор уже определен, то есть, как бы, но это будет там один-два дома. То есть, как бы, мы процесс выполнения решения суда уже начинаем. Земельный участок, еще раз повторюсь, сформированный. То есть, насколько суд не даст осрочку по исполнению этим решениям суда. Потому что 50 домов в один день, но мы здраво понимаем, в один год это не построить. Вот видите наши дома, мы уже очень сильно устали с этими обещаниями. Вот сколько уже можно, каждый год это все длится. То 19-й, то 20-й, то 21-й год, так все-таки когда это все произойдет? Ну уж как-то пожалеете что ли нас, есть ветераны труда, многодетные семьи. По концовке скоро все просто упадет на нас.